Ладно, я просто хочу побольше вам всего рассказать интересного, чтобы был импульс к действиям. Давайте вот о чем поговорим. Вот смотрите, есть разные виды деятельности, улучшающие судьбу, и надо знать, для чего они нужны. Допустим, возьмем один вид деятельности. Допустим, это просто настрой человека на жизни, просто как человек настроен на жизнь. То есть это определенное вложение нужно, вложение сил человеческих. Не просто так, не то, что типа да, он такой просто сам по себе человек. Нет, это не просто такой человек, он вкладывался в это. Он в это вложил свои силы и вопросы. Этот вид деятельности называется «добрые дела». Вот зачем они нужны, эти добрые дела? Давайте увидим результат. Когда человек так настроен, так себя ведет, он вкладывает силы. Просто в обычном поведении. Допустим, я подхожу, а женщина сидит, билеты дает, допустим, регистрацию проводит. У меня два варианта. Просто взял билет, пошел. Второй вариант. Вот сделал так, чтобы она обрадовалась. Сказать «здравствуйте, я так рад вас видеть, хорошей вам работы, пускай у вас все будет хорошо». Вроде бы кажется, как-то странно человек себя ведет. Чего он себе позволяет вообще? Зачем это вообще надо, выделяться сильно? Это называется «добрые дела». Это смелое поведение очень. Какой результат? Это лидеры так себя должны вести. Вот простой человек не будет в это вкладываться. А лидеры что делают таким образом? Они улучшают притягательность, привлекательность свою, свой статус в обществе повышают. И повышают свою удачу в жизни. Потому что если у них будет такое настроение, то значит они и таких людей получат в отношении, деловые в том числе. Которые вот так себя ведут. Потому что каждый притягивается к каждому. Как это говорится, видит издалека, как рыбак рыбака видит издалека. Вот это примерно вот это вот. Это называется «добрые дела». Вот если, допустим, у вас не хватает притягательности, привлекательности, статуса не хватает, статусности внутренней. Будьте таким человеком, станьте таким человеком. Сильнее себя ведите, ведите себя во всем этом. Потому что нужно силы вкладывать, еще верить в это. И тогда все будет нормально. Это вид аскезы такой, улучшающий судьбу. Называется «добрые дела». Делать человека привлекательным. Он такой светится, у него как бы… Ну, приведу пример. Такой, допустим, приходит к вам проверяющий орган. Смотрит на вас. Говорит, у вас все нормально. Все нормально. Ну ладно, пойдем дальше. Почему они так сделали? Потому что вы привлекательный человек. Они не хотят просто вас проверять. Потому что вы хорошие. У них нет импульса к этому. Даже человека, чтобы зарезать, вот нож взять, зарезать. Два варианта может быть. Или страх в его глазах означает виноват. Страх значит виноват. Второй вариант – агрессия, злоба. А если человек смотрит по-доброму, ничего не поменялось. Его зарезать, зарезать очень трудно. Понимаете? Очень трудно. То же самое и проверить. Какая разница? Если ты человек хороший, у тебя много силы влиять на людей. Ты много раз тренировался, ты смотришь на них, и у тебя добрый взгляд. Понимаете? На удава очень трудно кролику смотреть добрым взглядом. Но возможно. В интернете один мем пошел. Мем есть один. Где козел подружился с тигром. Видели? Вот. Как они подружились? У козла было правильное настроение. Тигр его начал уважать. Не загрыз. Это даже у животных такое бывает. Если даже не всегда, то вы сделали все, что могли. Понимаете? Если вы правильно себя ведете, у вас есть сила, и все равно проверили. Значит, судьба такая. А если у вас нет силы, и вы там... Сам Бог велел вас проверить. Понимаете? То есть, откуда эта сила берется? От добрых отношений с людьми. Если ты добрый человек. Вот, допустим, экзамен один сдает, и он трясется перед экзаменаторами. Они его мучают. Второй сдает экзамен, злится на экзаменатор, его мучают. Третий сдает. Он подходит к экзаменаторам. Здравствуйте. Они смотрят на него и улыбаются. Почему? Потому что человек хороший. Я ничего не знаю. Их пользовался ли? А? Я ничего не знаю, но человек хороший. Нет. Они, экзаменаторы, увидят, что человек хороший, но пользуются этим. Сейчас мы его проучим. То есть, знать-то все равно надо, но просто оценка отношений к тебе будет другое. Пользоваться не надо, это опасно. Они тоже видят все, они дураки. Через них Бог же тоже, Господь действует на тебя. Твой экзамен, они принимают твой экзамен в твоей жизни. Это тоже неуважение старших людей. Тоже неуважение, манипуляция, да. Они это понимают. Есть и такие, кто пользуются. Я знаю одного такого студента. Иногда прокатывал, иногда нет. Ну, в целом, это неправильно. Но эта сила есть. Эта сила есть. Ты по-доброму к людям относишься, значит, ты сильную позицию будешь занимать. А это сила. Как она копится делами? Вот ты веди себя так, ты накопишь эту силу. А я не такой человек, я всегда боюсь, как бы те, кто ко мне проявляет. Это дело не в том, что ты не такой человек, ты слабый просто, накопи силу. Начни вот так себя вести с людьми везде. Радуйся им, заботься о ним. Это позиция лидера. Слабый человек, не лидер, не может так себя вести. Это лидер может прийти, сказать, здравствуйте, я рад вас всех видеть. А вот вам цветочек. Давайте я вам сумочку помогу принести. Это лидер. Лидерская позиция, сильная позиция. Сразу уважение к человеку. Вы же лидеры, вы до этого пришли на лекцию. Судьба заранее написана или нет? Судьба – это просто объем работы. Вот, допустим, кухня грязная. Заранее написано, вот прошла свадьба. Кухня грязная. Заранее все написано. Все. Кухня грязная. Но буду я чистить ее или нет? Это мой выбор. Я могу быстро помыть, а могу долго. Судьба – это не то, что кухня грязная. И всегда у тебя теперь будет грязно. Как некоторые говорят, судьба. У тебя крест-одиночество там. Никакого креста-одиночества нет. Это объем работы. Я просто чувствую судьбу людей. Я много раз видел, когда людей вот так вот. У тебя крест-одиночество, а у тебя бездетность. Или там еще что-то. Это просто неправильное понимание судьбы. Судьба означает, что здесь много работы. Ну вот и работай. Бездетность означает, надо на природе больше быть, любить людей, доброты должен. Доброта женские гормоны повышает. Быть доброй. Будь на природе, у тебя сил не хватает зачинать. Вот. И так далее. И ты вот эти все дела делаешь. И раз у тебя появляется муж, потом дети. Все это возможно благодаря труду сердца человеческого. Но судьба есть. Судьба означает, что работа, объем работы где-то есть у человека. Обязательно где-то будет много работы надо вкладывать. И люди по-разному относятся. Одни думают, ничего не сделаешь. Это называется лень души. Ленивый человек. Ничего не сделаешь. Второй делает и побеждает судьба. Не верьте, что ничего не сделаешь. Зачем тогда жить? Для чего Бог жизнь дал? Дальше поехали. И так добрые дела вот это вот делают. Дальше пожертвования, что делают. Пожертвования — это не добрые дела. Это немножко другое. Это когда ты сильно кому-то помогаешь. Не просто по мелочам, а вот сильно. И вкладываешься в человека. Вот допустим, что такое нормальное, вот правильное пожертвование. Из пожертвований сейчас делают бизнес. А вот что такое правильное пожертвование? Вот допустим, бабушка твоя знакомая, которую ты давно знаешь, живет в твоем доме. Большой дом, допустим, многоэтажный. Бабушка утром тайком пошла на мусорку. Что ей там делать? Оказывается, у нее родственники все оставили. Денежек нету. Ей хочется кушать. Просто вот хочется кушать. А кушать больше негде. Она пошла на мусорку тайком рано утром. А ты увидел это. Не то, что она стала сумасшедшей, пошла на мусорку. Ну, проверь. Подойди к ней, поговори потом где-нибудь, найди ее. Если она нормальная, приходи домой и приноси ей поесть. Каждый день. И если ты это будешь делать, то там, где у тебя затор в жизни, Бог тебе принесет. Потому что у нее затор в этом. А у тебя может быть в другом не то, что тебя заварит Бог едой потом. За то, что ты ее накормил. У тебя другая проблема. У тебя, допустим, на работе трудности какие-то. Что такое пожертвование? Пожертвование – это когда ты вкладываешь туда, где сильно надо людям. Вот не просто, а сильно надо. Допустим, храм такой процветает. Там все есть у них. Все батюшки ходят с толстым пузом. И туда пожертвование принес. Да не надо им. У них там нормально. Ты неси туда, где надо. Пожертвование означает, что сильно надо кому-то. И вот если ты нашел и правильно его сделал, потому что я вот видел в Москве, когда жил один такой, у него надпись такая «Пожертвуйте на бухло». Прямо так написал. Не надо туда жертвовать. Ему не надо, потому что он убивает себя, этот человек. А вот кушать надо. Детям нужны родители. Это надо. Пожилому человеку нужно выжить как-то в этом мире. Это надо. Есть люди, которым надо. Они нуждаются, больные нуждаются в лечении. И так далее. Понимаете, это надо. И вы берете просто, без всякой рекламы, без всего, просто берете и помогаете человеку. Это называется пожертвование. Вы не отделаетесь это просто ритуалом, типа, я принес в храм, вот вам пожертвование как бы. Может, им не надо. Вы изучите, где надо. Конечно, лучше всего развивать то, что людей к Богу ведет. Если вы жертвуете, и это развивает храмы, строит там священников, поддержит их образовательные проекты какие-то. Это очень надо. Ну, и также не надо думать, что людям не нужна пища или жизнь не нужна тем, кто болеет. Вот, когда человек жертвует тем, кому надо, Бог даст ему, когда ему будет надо. И это называется удача. Ну, то есть, человек становится удачным, потому что он помогал. Как это работает? А вот так и работает. Открываются сердца у людей на этого человека. Открываются тем, кто может помочь. Открываются у тех, кто может помочь. Если он сам помогал. Сила притяжения вот этого человека становится такой силой. Приведу пример. Допустим, в ведах описано, что отречение у человека есть четырех ступеней. Первая ступень отречения. Человек ходит по домам везде, собирает пожертвования и живет на эти пожертвования. И каждому, кто жертвует, дает знание, как правильно жить. Что нужна молитва человеку в жизни, там и так далее. И он постоянно собирает пожертвования, а там живет, дает знание. Когда у человека копится его сила притяжения или благочестия, или вот эта вот сила, о которой мы сейчас говорим, ему не надо ходить по домам. У него появляются последователи, люди, которые сильно хотят получать наставления. Не приходят, сами дают пожертвования. И он так живет. Он же никуда не ходит, его ученики содержат. Вторая стадия отречения. Есть еще третья стадия отречения. Третья стадия отречения означает, что человек не берет у всех подряд деньги и пожертвования. Он берет только у самых чистых. А есть еще четвертая стадия отречения. Но вы можете мне не верить, что она есть. Человек уходит в лес, садится и просто молится. И люди будут плутать по лесу с едой, чтобы его накормить. Понимаете? То есть он вообще не парится ни о чем. Просто живет для Бога. Но для этого такое притяжение от него должно исходить. Он должен быть таким действительно человеком. Понимаете? Есть вот эти четыре стадии отречения. Я для чего это привел? Для того, чтобы вы поняли, как работает система. То есть вы пожертвования совершаете. Какая у вас стадия будет? Первое. Вы будете прилагать усилия для того, чтобы вам повезло. Второе. Вам и так будет Бог давать денег. Третье. Вы еще подумайте, что взять от него. Четвертое. Вообще об этом забудете, что у вас что-то может быть не так в жизни. Будет полная и сильная защита со всех сторон. Есть разные люди. Так пожертвования смягчают судьбу. Судьба есть. Пожертвования ее смягчают. Вот судьба есть, а пожертвования делают ее лучше, мягче. Вот жена, допустим, обидчивая. Мягче означает меньше обидчивая. Почему? Потому что судьба такая, она смягчилась. Допустим, тебя жена сильно мучает в жизни, она сильно обижает, ты жить не можешь. И накормил бабушку. В этот момент у жены пропадает импульс тебя мучить обидой. Ей уже не так сильно хочется тебя обижать. Почему? Потому что ты бабушку накормил, Бог тебя накормил. Тем, что тебе нужно в жизни. Если ты прямо самое главное человеку в жизни сделал, Бог тебе сделал самое главное. Да? Хорошо, я могу ответить на ваш вопрос. Если вы хотите ответ, давайте поговорим о четырех способах молиться. Из этих способов вы узнаете ответ на ваш вопрос. Первый способ молиться. Я прошу Бога, потому что сильно надо. И его совсем не славлю. Потому что я даже не знаю, что надо отвлечься от своей проблемы, чтобы она была решена. Бог решает проблему, когда мы о ней не думаем, а думаем о нем. А если мы сами думаем о проблеме, значит, тогда мы его не пускаем. И он не будет ее решать. Он хочет, но мы не пускаем. И так человек должен хотя бы чуть-чуть во время молитвы славить Бога, а не думать о своих проблемах и заставлять Бога их решать. Славить Бога надо. Если ты чуть-чуть славишь Бога в молитве, думаешь о нем, а не о своих проблемах, тогда чуть-чуть Бог тебе будет помогать. Потому что ты заслуживаешь этого. Потому что проблемы означают, что ты наказан. В этом мире нет несправедливости. Он же тебя и наказал, а если ты его слабишь, он тебе прощает. Потому что это уже другие отношения. Есть отношения деловые с Богом, а есть личные. В личных отношениях действует любовь. И любовь — это самое главное, с чего мы должны достигнуть в жизни. Поэтому, когда любовь уже у Бога у человека есть, ему не надо страдать. Бог его освобождает. Итак, первая стадия молитвы. Я сильно скован своими проблемами, но переключаюсь на прославление Бога хотя бы чуть-чуть. И я буду решать проблемы. У меня судьба будет сгорать. Вторая стадия молитвы. Я могу сильно прославлять Бога в молитве, но проблемы меня тащат назад. Но я все равно сильно прославляю Бога, а проблемы все равно тащат назад. И у меня лучше все решается, потому что я могу сосредоточиться уже не на себе, а на Боге. Третья стадия молитвы. Я сосредоточен только на Боге. И молюсь, прославляю Его, но знаю, что у меня есть проблемы. Ну и как бы так, как я знаю, Он тоже знает, поэтому Он решает сам. Хотя я Его не прошу. А есть еще четвертая стадия молитвы. Не советую имитировать. Четвертая стадия молитвы такова. Человек настолько сильно любит Бога, что он очень сильно боится его потерять. И он знает, что потеря Бога идет всегда от удачи в этом мире. И поэтому он говорит, «Господи, помоги мне. Больше трудностей мне пошли для того, чтобы я всегда помнил тебя». И Бог таким людям помогает, посылает больше трудностей. Но вы и я не такие люди, поэтому нам не надо об этом думать. Выберите свой способ жить. Поехали дальше. Кроме пожертвований есть еще аскезы. Часто люди не понимают, что это такое вообще и зачем они нужны. А сил аскезы, если пожертвования смягчаются, то аскезы дают человеку силу человеческую. Силу. Вот, допустим, смотрите, вы бежите непрерывно, спокойно, по-долгому бежите. Я не говорю о том, что вы получите от этого долголетие и здоровье. Мы сейчас просто о деятельности говорим. Когда человек бежит, в какой-то момент, допустим, он пробегает 6-8 километров в день, у него включается другой энергетический способ жить. Бег дает человеку возможность большого волевого усилия. То есть, другими словами, он может быстрее, сильнее решать дела, потому что он с помощью бега натренировал себе волевое усилие. Допустим, вы в деятельности не имеете волевого усилия, у вас туго всё идёт, вам надо бегать. Эта аскеза поможет вам быстрее всё решать. И это происходит в момент переключения. То есть, приходит время, и у вас на другой энергетический уровень жизни переключается тело. Вы, допустим, бежите какое-то время, бежите, бежите, чувствуете, не хочу бежать, не хочу бежать. А пробежите, допустим, километров 6-8, и будете бегать, допустим, месяца 2-3-4-5, в какой-то момент вы почувствуете, хочу бежать, и мне легко бежать. Это другой способ жить принципиально. То есть, вам легко бежать, и точно так же вам будет легко делать, потому что ваша волевая сила, волевая потенция включилась на другой уровень совсем в жизни. И это называется аскеза, которая даёт плоды. Что вот делает аскеза с человеком? Она даёт возможность человеку иметь силу какую-то. Вот бег даёт волю человеку. А, допустим, если вы не двигаетесь вот так вот, не двигаетесь, стоите просто, или сидите в каком-то положении неподвижном, это тоже вид аскезы. Он даёт человеку терпение. Вот, допустим, не двигаетесь, вы можете принять судьбу, понять, что происходит, преодолеть, не робеть, не пугаться, не теряться, когда приходит тяжёлое событие. Терпение или принятие в результате неподвижного положения тела приходит. Это аскеза, дающая силу человеку, вот такую силу. Теперь дальше. Если человек постится, на воде лучше всего поститься, не сухой пост, поститься на воде, то эта аскеза даёт человеку возможность проницательно и чётко понимать, что с ним происходит в жизни. Вот человек запутался, он вообще не знает, что происходит, что такое, ну попастись. Начнёшь поститься, много не надо, допустим, максимум два с половиной дня надо поститься раз в три недели. А? Ушах свистит. Есть разные виды пост, поста, допустим, есть пуст до обеда. Каждый день можно до обеда поститься, у тебя будет проницательность. Не обязательно день-два поститься. Можно часто поститься, но понемножку. Но если вы поститесь четыре раза в день, то это не пост. Это четырёхразовое питание. Пост означает, что как жут, необычное. Вот. То это даёт человеку проницательность, то есть он начинает чище видеть, что происходит. Пост очищает взгляд. Это такая сила. Пост очищает видение человека. В целом аскезы должны проводиться на природе. Любая аскеза, которую человек совершает, включает батарейки, заряд организма. Сила именно от заряда идёт. Когда человек, допустим, даже на беговой дорожке пробежался, надо выйти на улицу, потому что после этого всё равно у тебя всосётся энергия, и ты будешь чувствовать, ой, как хорошо, если вот на улице после пробежки ты почувствуешь, значит, у тебя входит энергия природы. А если не пробежался, не войдёт. Или надо стоять неподвижно природе войдёт, или бежать, или идти долго. Наступила грудь, что ж, пойду пройдусь по земле Невской. Ну, то есть, надо любить землю, землю, по которой ты идёшь, и гулять, идти, грузь пройдёт. то есть, ты наберёшься силы. Понимаете, девушки, они такие хорошие, такие любимые, такие, вот такие, такие, поэтому им ничего не надо. они вот всегда просто будут здоровыми и счастливыми, просто потому, что они девушки. понимаете, тело женское, очень расслаблено. И кроме того, в нём есть вот эта концепция, что я и так хорошая, зачем не бегать? Пусть он дурак бегает. Мой муж. Есть такое вот характер, ну, что сделать, ну, вот это женская природа. А всё равно ведь, если не будет двигаться, будете болеть. Поэтому надо понять, как работает женская психика. Она не работает, заставляя себя. Вот, допустим, вы послушаете меня, да, и с утра побежите завтра. Потом, когда вы прибежите, подумаете, дура, зачем я вообще себя унасиловала? Я такая счастливая была, а теперь замученная вся от этого бегать. И вы будете себя ненавидеть за то, что вы себя заставили бегать. Не так надо делать. Нужно позвонить подружке, сказать, давай сегодня побегай. Она скажет, ну, давай. И вы уже не можете сами, потому что совесть не даст. И вы побегаете, потому что подружки обещали. То есть, у мужчины мотивация идёт изнутри, то есть, он своей силой заставляет себя бегать. Допустим, как мужчина вдохновляет друг другу? Один звонит, другом говорит, я завтра с утра побегу. Он говорит, ну, беги. Тот говорит, ну, беги. Он говорит, я побегу. Он говорит, ну, беги, что ты мне это звонишь? Потому что ты не побежишь. Ну, как не побегу? Если захочу, побегу. Да ты, даже если захочешь, не побежишь. Потому что ты ленивый. И всё, я трубку положил и побежал. На следующий день звонишь, ну, что, ты побежал? Нет. А я побежал. Видишь, я же тебе говорил, что ты ленивый. И он побежит после этого. Потому что мужчине нужен вызов, понимаете, для того, чтобы активизироваться. А если мужчина другому позвонит, говорит, давай завтра побежим. Давай. И оба не побежат. Потому что это не работает, понимаете. Для мужчины это не работает. Им нужен вызов. Преодоление трудностей должно быть. А женщины, наоборот, вот они друг другу звонят. У них групповая сила, групповой разум у женщин. У мужчин индивидуальных. Если вы в себе это понимаете, вы всегда будете в сообществе с людьми пытаться вдохновить себя. То есть, через вдохновение всё будет действовать. А если вдохновение падает, вы перестанете это делать. Вот, конечно, вот детей побежали со мной. Всё, тогда вы побежите. Потому что ради детей вы сможете. Ради детей. Понимаете, это такая удача, когда у человека просто есть собачка. Потому что я заметил, что по утрам в парке гуляют только две категории людей. Это женщины с детьми и люди с собачкой. Потому что дети, когда растут, они требуют улицы, они орут, аааа, потому что не хватает энергии, им нужно на улицу, иначе они не вырастут. Они орут, требуют. И мама собирается быстрее на улицу. Все нормально, слава богу, хоть немножко отдохну. Вот. И собачка тоже, она же не человек, она же не замороченная. Она понимает, что не хватает энергии природы. Понимаете, корова сначала нюхает, а потом ест, потому что по запаху надо определять, что есть. А мы сначала едим, потом нюхаем. Что съели? Что такое? Что за вонь? У нас, как бы, мы заморочены. Живот не заморочен. Вот корове, если ноту заткнуть, она есть не будет. Потому что она сначала нюхает, а потом ест. Она в энциклопедии не прочитала, что это съедобное, что несъедобное. Она нюхает, чувствует, это съедобное. И человек так может чувствовать. Запах приятный, прохладный, свежий. Не тухлый, а свежий. Приятный, значит, не неприятный. Прохладный, значит, не горячий. И этот, а значит, пища подходит. А если запах горячий, тёплый, неприятный, тухлый, значит, не подходит. Бывает свежая пища, но пахнет тухлым. Понимаете? Не подходит. Корова это знает. А мы нет. Мы замороченные. И надо знать, мы должны правильное знание иметь, включить его. И женская природа означает коллективное мышление. Надо вдохновлять друг друга и бегать по этому, а не заставлять себя. Заставить себя женщине невозможно. А если заставить, будет потом себя за это винить.